Старший меня был, он мне всегда говорит, Коля, давайте ввести вдвоем, я его пойму, что он у меня по имени. И мы по очереди не вдвоем вместе, а по очереди. Одну передачу, другой я получил вдвое меньше на каждого нагрузка. И, в общем, так пошло хорошо, 13 лет мы так это делали хорошо, а ему тоже надоело. Гурини сказал, что просто ему некогда, вот он сделал этот формат, 7 лет с ним занимался, не надо просто заниматься фильмами. И, конечно, он вообще прожил 95 лет, вообще хороший мужик. То есть, 1905-го родился, в 2000-м ушел из жизни, целый век практически прожил. И был здоровым почти до конца своих дней, и до последнего снимал фильмы, такие разные, художественные, документальные, а живут, потрясающий человек. И вот, значит, вторым был ведущим Песков, третьим я таким. Когда уже Песков сказал в 90-м году, все, Коля, вот так это охренелое, не хочу, давай я отдастся. Еду куда-то на Камчатку, на Чукотку, в Аляску писать какие-то про нас, про Вельку. Надоело, мужик уехал. Ну и вот я один остался с 90-го года, и так, прошлого года был один ведущий. И вот только в прошлом году мне удалось, так сказать, не только, так сказать, отойти от передачи в мире животных. Я вот с апреля прошлого года уже не веду ее, а ведет вместо меня мальчик, если кто увидел на карусели, где-то по будним дням, днем, но это не так важно, где и как она, так сказать, будет более-менее такая. Главное, что остается бренд, как теперь говорят, или формат. Вот клуб-путешественник, знаете, в этой передаче, да, все-таки вальголовник, прям все-все. Замечательный формат, хотя, конечно, сейчас очень много передачи про географию. Живая планета, моя планета, там путешествие, все очень хорошо. А примерно формат, клуб-путешественник, мой свестник, ровесник, одногодки, мы с Юрой Сенкевичем, мы друзьями были много лет. Он, значит, вот ушел из жизни же 15 лет тому назад, и тут же исчезла передача. Ну, нет ее, правда же, передачи этого самого, нету. Потом Лева Николаев, тоже такой был замечательный, тоже мой ровесник, мой одногодок, он вел передачи такие, как под знаком «Пи» сначала была такая передача, научная такая. Потом цивилизация, гений сводил годящие эпохи, что-то придумал разные форматы, но не было одного формата, но несколько передачи такие были у него очень интересные. Он тоже ушел жить лет 10 назад, и опять мой ровесник, понимаете. И я прекрасно почувствовал, что если со мной что-то случится, передачи тут же закроют, потому что если нет сменного ведущего, ну, сразу в сетке, ой, у нас тут есть вот предложение такое, вот новое, такое, новое, и забывается. То есть три передачи у нас было, вот, по сути дела, четыре таких, четверо ведущих, это за Изгуриди, ой, нет, Изгуриди уже вот позже, Сенкевич, ну, основатель передачи клуба «Человек» тоже не он, а Шнейдеров такой был, Владимир Шнейдеров основал клуб «Человек» из них. Ну, потом вот самым долгоиграющим был, конечно, Сенкевич, потом вот очередная невероятная копийца, тоже из одной бригады нашей, так, копийца, Лёва Николаев, вот три передачи, которые вот очередной невероятной цивилизации, скажем, в общем-то, и в мире животных, так? Вот три человека уже ушли в жизнь, ни одной из этих передач не осталось. И понятно, если нет сменщика, то это все сразу. И вот я начал думать об этом уже 10 лет назад, когда вот не стал Сенкевич, я думал, что ты как-то не хочешь, чтобы с моим уходом из жизни, и ты же заболел просто, и тоже достаточно, чтобы перестал вести в тот же раз, поместя в другой. И мы взялись коллективом, у нас в коллективе работает муж и жена, значит, там, Лапины, она, значит, продюсер, он худрук, и у них мальчику 5 лет вот такого возраста. Пять лет, да? Что, больше? А? Восемь, и тебе тоже восемь. Это, знаете, сейчас акселерация, скоро будем видеть такие детей, а я уже в университете. Чуть-то такой, да, в том раза это уже на пенсию выходит. Не знаю, но на пенсию-ка сейчас особо не выйдешь. Знаете, как раньше были лекции в политическом музее, я вот читал про живот, и то все, а там были специально такие нужные темы, как о семье и браке, и читали обычно такие пожилые люди, один такой профессор читает, значит, товарищи. Вот, ну, я цитирую прям на такой кусок этой лекции, товарищи, брак – это очень важное и нужное дело, очень полезное для государства, и очень, вот, очень нужное и полезное. Я вас уверяю, вот посмотрите на меня, он про себя говорит, я 20 лет в браке, и ничего страшного. Спокоен, да? И ничего страшного. Ну, вот, ну, 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 такие были лекции. Вот, ну, значит, и вот еще один, в колхозы ездили, вот они в колхозы, читают лекции, у него как у Сермана, там, какие-то справки, кислори, там, толковые. И вот он читает, говорит, у крестьян, особенно, очень понятно, товарищи, коммунизм уже на горизонте. Проект, при социализме, коммунизм уже на горизонте. Тут какой-то дедушка говорит, милок, ты что там говоришь, мы не очень грамотные, что-то горизонт, а что это такое-то? Он, может, школьник, а не учился, этот крестьян, говорит, а что это такое-то тут? Ну, он сейчас открывает и читает. Горизонт – это воображаемая линия между Землей и небом, которая при приближении к ней отдаляется. Горизонт. То есть точно как реализовал. Вот. Ну, дальше вот салат, знаете, такие первоисточники, все надо очень осторожнее. Ну, вот. Так. Значит, что-то такое было. С чего я соскочил-то, да? А? Ну, да, приемники. Вот, понимаете, я понял, что если я буду еще затягивать, то со мной что случится, то все под Богом ходят, такие вот тут же прикроют. И мы 10 лет назад уже, вот у них мальчишке было 5 лет, они его приводили, ну, там, в дом не с кем, бабушки нет там, оставить не с кем, приводили, вот он там бегал между всеми этими оборудованиями на съемках там, на студийных. Ну, в экспедиции я его не брал, конечно, пока в студийных сил, потом мы задумали детскую страничку, мы его еще одну девочку сажали вот так вот, они мне задавали вопросы какие-то, я им отвечал так по-детски, чтобы было понятно. Ну, внутри передач, там, на 7-10 минут детской страничке. Потом я стал учить, не задавать мне вопросы, а отвечать на мои вопросы, но я старался просто-ненько спрашивать, чтобы они отвечали в следующей стадии. Потом, ну, девочка как-то отстала, а вот мальчик такой стал упорный и ходит сюда, и это было по выходным дням записи этих студийных частей. Это не потому, что мы хотели там выжить все из кого-то, из чего-то в выходные дни, можно не опаздывать, если едешь далеко на съемки, в студию, так приглашаем гостей, они все вовремя приезжают. Будние дни это просто сментубийство, то есть назначаешь на сколько, приезжают через 2 часа, в пробках стояли, не могли приехать, ну и начинается. Особенно если животных привозить, а выходные прямо субботу с Ксенией все, сейчас и сейчас его субботу с ним пробки, а тогда было как-то все-таки еще более-менее туда-сюда. И вот мальчик поэтому в школу не идет, и вот он там у нас под ногами вертелся, потом встал в детской страничке, потом вот его мама брала куда-то на съемки отдельно. Приезжают туда, опалчивают, и поставят, расскажи об этом животных, расскажи об этом, такой репортажик мой, юный корреспондент. Ну она много с ним занималась, так мало, вот, ну и папа надоедился. И вот уже юный корреспондент, потом уже лет 10, 15, 12, 13, вот с меня ростом стал, так сейчас дети высокие, это уже спецкорреспондент стал. И вот год перед тем, как 50 лет в прошлом году была наша передача, 50 лет, это значит, она первая передача была, я у меня не участвовал, я просто чуть позже, но в том же году пришел к нему выступающий, значит, 27 апреля 1968 года, а тут как раз было 50 лет в этом, в 18-м году. И вот, представьте, танец, ты как разводишь, что ты пищу, что ты пищу, что ты пищу, слышишь, слышишь, ты так вошел, ты запланируешься, он очень известный в питье, да, человек, приятный ответ, давай, давай, ты встанешь, поклонись, если ты, вот как, спортсмены, да, все, наем, здорово. Ну и вот, значит, и золотые, что получилось, значит, я еще позапрошлым году сказал родителям, давайте будем сделать его не просто спецкорреспондент, он же с меня ростом как-то. И я думал, с ведущим, они говорят, что ж такое, родители сопротивляют сиска, они дольше, меня еще можно лет 5 выжимать, с ведущим, потом как-то. Говорю, ну давайте не сейчас, попозже, мне тоже пора. И целый год он что делает, мы вместе открываем передачу, ну немножко это усложнило работу, но зато эффективно было в коммунсвестии. Здесь руководство вот этого канала, там, карусель привыкла, мы даже на карусель перешли, потому что она тогда стала такой детской передачей. И в ней вот, если мальчик, ну юноша уже, по сути, родился, меня ведет передачу, это более естественно, чем такой вот дедуля вроде меня, там что-то лепечит про детские проблемы. И вот целый год, он был соведущий. Вместе открывали, вместе закрывали. Все это начать уже к нему привыкло. Вот, что это значит, соведущий. И в прошлом году, значит, на, как раз у вас в Питере, все происходило, у вас здесь штаб-квартира Русского географического общества, слышали, да, там, улица Горевцова, там, ТВ, Сапнячок. Причем, интересно, вот это Русское географическое общество, я член этого Русского географического общества с 1963 года, по-моему, как только закончил госуниверситет, и там стал аспирантом, пошел, вступил в это общество. И, конечно, вот, когда его сейчас реанимировали и дали ему старые названия, у всех заменяли эти вот самые, ну-то как-то, удостоверения. И там современные эти девочки сидят, я пришел, я думал, что я такой старый, короче, очень ужасный. Я им показываю, как, в 1963 году, что, вы там уже жили, да? Вы уже жили, да? Еще как? Так, удивительно, потому что, оказывается, уже таких членов больше нет, все остальные более поздние периоды, это было очень смешно. Вот, и как, я говорю, что вы там уже жили, я, как жил, но даже уже преподавал. Вот, и таким образом, вот, что получилось, значит, общество называлось РУ, оно называлось Географическое общество СССР. Штаб-квартии в Питере, в Москве, Московское отделение, но то, что оно не называлось русским, оно называлось просто СССР, ну, это, ну, это, ну, в общем, понятно, в советское время, как-то, там оно называлось, говорилось, русское императорское географическое общество. Ну, императорское, конечно, пришлось убрать, при вот этом восстановлении старого названия, оно, значит, сейчас просто называется Русское географическое общество, не СССР. И, очевидно, нечаянно, можно быть, оно получилось очень хорошо. Кстати, президентом этого Русского географического общества мы выбрали, знаете, кого? Вот тогда он не был министром обороны, а был просто губернатором Московской области. После того, как он до этого больше десяти лет был руководителем ЧС, если вы помните, Шойгу Сергея Кужегетовича. И, знаете, мы с года взвешивали, мы географ собрались, это такое собрание, которое, в общем-то, нам по рекомендации, или там, как у нас говорят, по благословению, так сказать, у религиозных людей так бывает, вот по, так сказать, по поручению, можно сказать, владелир Владимировича Путина, он сказал, давайте это географическое общество реанимируем, сделаем более эффективно, вернем старое название, кроме, так сказать, слово операторское, и сделаем структуру похожую на то, что был. А в той структуре, то есть президентом делали какого-то ведущего географа, так, ученого какого-то. А председателем поперечического совета был основатель, великий князь Константин, это брат какого-то, Александра Второго, или нет, Николая Первого, или Александра Второго, тут я боюсь сейчас ошибиться, и, как бы, великий князь, ну, так сказать, брат императора, ну, и таким образом, так сказать, обеспечивался этим попечительским советом обеспечением проектов, когда водосты едут, что-то исследуют, чтобы, ну, все же вот эти экспедиции, еще академические, еще припитые первым, все равно они, государство их, так сказать, как это, субсидировало, раньше называлось, ну, обеспечивало, так сказать, средствами, чтобы они поедали и там, так сказать, что-то исследовали, все это, береги, вот эти все, ну, сколько наших учебных, я не имею в виду, Ермака, который просто шел, чтобы завевать себе, а те, кто же исследовали, они, конечно, ездили по включению Академии наук из Петербурга, так что Петербург у нас очень такой серьезный город, духовная столица и Советского Союза, и России, и вот, значит, он говорит, надо восстановить такое название, он говорит, вы выберете самого лучшего, так сказать, географа, мы стали смотреть, у нас географ сейчас настолько специализация, я на географическом факультете преподаю, географический факультет Московского государства, университета, вот главное здание, вот на 20 этаже, наш, когда находится, там выше, на 4 этаже, 3, ниже, над географическим, геологическим, Эхмат, 3 факультета, остальные факультеты в отдельных зданиях, биофак, физфак, химфак и другие, и вот, представляете, значит, кого мы выбрали, будем, так сказать, сомневаться, если то зря, потому что мы подумали, значит, у нас все по кафедрам распределяются, я, например, биогеограф, я все знаю про животных, про растения, про их распределение, про то, как их охранять, какие-то красные книги, ну, я могу знать об остальных аспектах географии, география это комплексная наука, если эконом, я уже знаю, где что стоит, как построить, там, какие-то города, как организуются, и все-таки, третий, значит, какие геморфологи, знаю, тут как породы там гривные лежат, почеловеды, которые, не знаю, как почерк, представляются, ботаника, географы, там, где какие-то леса растут, ну, кажется, знаете, вот это и сейчас специализация, мы прикинули, подумали, может, там кто-то подсказал, конечно, подумали, вот, это министерство, чрезвычайная ситуация, да, МЧС, когда туда выезжает, вот, руководитель, там, честно, он должен решать сразу вопросы обеспечения, у меня, так, население, социальная география, так, население осталось, кто без крови, кто без дороги, разрушенные здания, значит, тут нужно сразу строительство, да, это тоже, значит, доставка каких-то материалов для стройки, восстановление путей сообщений, железные дороги, там, асфальт разрушенный, все такое, там, землетрясение, пожар, наводнение, ну, какие у нас и техногенные, да, взрывы какие-то, теракты, и вот нужно все это, и оказалось, что у нас министров много, между прочим, и всех министров мы очень активно критикуем, правда, в образовании, там, эти, реформ образования подчас, мы просто такие черные, что там, что же такое, то ли он сам никогда не учился, вот, потом, я беру книжки, наши, вот, учебники моих, там, внуков, мы не знаем, извините, если у нас весь учебник стоит, там, вопрос какой-то, и четыре ответа из них, один правильный, и его должен угадать правильный ответ, и четыре, остальные неправильные, вы знаете, что в этом методе, кажется, так наглядно, вы понимаете, он читает четыре ответа, из них один неправильный, один правильный, или нет, и, конечно, он найдет, там, посмотрит, там, безобразнит или вычитает где-то, но в самом учебнике он, значит, просто ему подскажет, там, в конце ответ дается, да, а у него еще в голову вылезают эти три неправильных ответа тоже, у него, получается, такая каша была, я просил, все, вот, неправильный ответ, что же, он же не читает, не попадает, он тоже, как бы, вот, он думает о том, какой из них правильный, он не может всегда сообразить, и дает, он, заглядывал, ну, потом вспоминает, да, вот, так, 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 и так, какой из них, это очень запутывает, и это такая, ну, формализация, которая очень разбивает людей, вот, мышление такое, ассоциативное у них, вот, забивает с этими неправильными ответами, это очень неудачный способ, а сейчас ничего не берешь, все очень мыки с этими, 4 вопроса, 4 ответа, это неправильный, почему, сейчас, вот, я так, почитал, почитал, что-то у меня смогут, начинают уже заворачиваться, все, ну, вот, я, ой, больше не буду критиковать, а не надо критиковать никого, а вот, значит, я сказал, просвещение, здравоохранение, сколько сейчас, вот, неправильный, то, то медсестерсник, куда поделись, туда же, ладно, ну, вот, значит, пора уже переходить, да, 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 вот, и, ох, ну, ладно, больше старается, все у нас писали, я сейчас начну отвечать, ладно, да, да, разобьем там, вот, и, представляете, единственный министр, на уровне министра, который, вот, за 10 лет работы, ни разу, вот, хотя работал в таких, вот, неожиданно сложнейших условиях, этих разрушений, всякого рода, ни разу не было, чтобы он сделал какую-то крупную ошибку, неправильный решитель, а вопрос такой, комплексно-географический, здесь география транспорта, география населенных пунктов, коленные породы для строительства, гермофология, физическая география, давно все там есть, социальная география, мы решили, что Шайбук, это наш лучший практикующий географ в нашей стране, потому что он очень правильно и на практике показал свои знания всех аспектов географии, которые, ни один из наших ученых не имеет опыта, вот, реальная работа со всеми аспектами географической среды нашей. Мы его, так сказать, нагласно выбрали, да, значит, ну, он был тогда губернатором, понимаете, так что у него работы не так уж много было, но потом, когда его вдруг назначили в Министерство форума, мы, правда, цепились ему в свежевыданные ему генеральские, это самое, и он сказал, что только нас не бросаетесь, ну, сейчас давайте сюда, он согласен, что он продолжает быть нашим, значит, президентом, и вот периодически бывает у вас тут в этом штаб-квартире РГУ, в Москве есть тоже, значит, штаб-квартире РГУ, но Владимир Владимирович Путин всегда бывает тоже на этих заседаниях такого расширенного призема, как вот представитель аппетического совета, вот, ну, о работе, кто я не буду там подробно рассказывать, но, в общем, очень полезно тоже учреждение, и вот, и когда спрашивают, вот, русский графический, что там, одни русские, что ли, ну, если вы считаете Сергея Кужегетович Шойку русским, то, да, конечно, вот такие вот все у нас русские, да, понятно, что есть уж на, кто по-анциональности? А? Ту-да, Ту-да. Вот, не знаю, раньше говорили, ту винти, теперь надо говорить, ты винти, что ли, да. Ну, что, да, вот видите, уж есть такую редкую нацию, мы ее взяли в качестве, так сказать, возглавляющего этого общества, значит, оно вполне русский в широком смысле слова, потому что мы все люди, живущие на этой территории, этой страны, и владеющие русским языком, да, являемся, по сути дела, ну, так сказать, ну, как есть, я имею в виду, россияне тоже, да, вот, ну, так что, в общем, все очень правильно, что восстановили историческое название, восстановили методику, так сказать, президент, пептический совет, ну, вот, на этом юбилейном заседании 50-летия в мире животных, знаете, я там, такой грустный, мне она рада сделать, медаль Сенкевича, понимаете, я когда взял из своих рук, вот, медаль Сенкевича, ну, вот, знаете, так очень грустно, потому что, ну, мой ровесник, мой друг, и мы с нами дали большую комнату, вместе работали эти вот редакции, да, на восстанке, да, да, и Лёва Николаева нет, и Капицы нет, и их передач нет, и вот, вы знаете, как удачно, что вы здесь собрались, я говорю, ну, несчастно, вот тогда, на юбиле тоже удачно собрались, сейчас мы тоже удачно, еще не разошлись, ну, вообще, мне как-то, это мне, как, это мне очень лестит, товарищи, не уж лечит, вот, ну, давай сейчас тут на форс отвечать, еще живее пойдет дело, вот так я вам о происхождении вселенной не рассказал, ну, вот, понимаете, но зато я вот рассказал об истории нашей передачи, и то, что, то есть, вот, переход к другому ведущему, на те его папаши, мамаши, еще побавились, а вдруг, вот, вы сейчас уйдете с передачи, нам что-то заменят, или там чего-то, я говорю, а вот теперь, после того, когда, так сказать, Путин и Шайку утвердили этот переход, то есть, я их пригласил туда на это юбилейное награждение, вот, в медали Сенкевича, я говорю, очень грустно получать своего сверстника, не дай, а его уже лет 15 лет, вот, и Леу Николаеву, не откопиться, ритм, точнее, вот, а я еще все тут болтаюсь, еще, и еще болтаю, не тут болтаюсь, но еще вот так языком болтаю, понимаете, вот, смотрите, во всем этом, что передачи, мы спасли эти передачи, я взял с собой этого юноша, уже выше меня ростом, его папа и мама стояли сзади него, я говорю, а вот это, кстати, заодно, познакомьтесь с новым ведущим, всему это президиум Рашидовым показал, и он говорит, вот, ведущий новый, уже год как мы с ним соведущие, теперь он будет один ведущий, я теперь могу спокойно заниматься другими делами, не на пенсию ходить, а вот, считаете ли, у тебя происхождение в силе, ну, так как сегодня, как в жизни, вот, это самое, ну, может, в другой раз соберемся, ну, я не думаю, что, вот, прямо это, если было интересно, то, что я рассказывал, ну, слава богу. Ну, это тоже важно, чтобы вы знали, что тут были какие-то в интернете что-то там, были такие, такие комментарии жуткие были, ну, вот, Тарадов ушел с передачи, его выгнали с передачи, а потом еще был вообще такой, один там какой-то такой частный канал, они любят что-то такое, а Станкино прощается с Дорозовым. Я так немножко, я чуть не хотел так немножко возмутиться, но потом я посмотрел комментарии к этому сообщению, и, знаете, там, вплоть до совершенно неприличных службов, там, ах, вы гады, суки, так это, парни, то есть, я так говорю, что же вы пишете про нормального живого человека, кто там ушел с работы, или попишет, как будто его похоронили, я чуть инфаркт не хватил, ну, на это сообщение было столько руганий, что я потом, ладно, хватило, я не был сердится, они свое получили, но, наверное, их отустая, это такой черный пиар, который привез много отзывов, правда, пусть это они и дизлайки, но отзывы все, лайков не было, все, хоть дизлайков набрали, вот, ну, так вот, и таким образом, вот сейчас мы, я вам сказал, что мы поле, что меня никто не угодил в передачи, я, наоборот, сохранил ее, я говорю так, мы спасли передачу, понимаете, вот сейчас, это была журнав, в Питере издается собака, не видели, вот, и сайт есть собака.ру, вот, значит, сейчас там как раз мой интервью, собаке.ру, посмотрите, он будет опубликован в ноябрьском журнале, ну, не все же купите этот журнал, правда, а посмотрите, сайт собака.ру, посмотрите, там вот, мой интервью, где я вот прямо сказал, мы спасли передачу, били животных, ну, вот, от закрытия очень хорошо, так что, а мы, потому что, вот, ну, и мальчик постарался, его родители тоже, постарался, а я думаю, пошли совсем уже, дождетесь ответа на свой вопрос, да? Прямо я отвечу на его вопрос, такой трогательный, вы религиозный, религиозный ли вы человек, если, да, какая религия вам близка, спасибо, ладно, это я должен вам сказать спасибо за вопрос, ну, вообще, вы знаете, у меня друг, который занимается исследованием долгожительства, и вот факторы долгожительства, у меня там 12, ключи от сейфа долголетия, вы знаете, как будто, каждый из этих ключей надо открыть, чтобы войти в долголетие, я еще тоже не вошел далеко еще, но, все-таки, мне хоть уже не могут прибавить пенсию, то есть, отодвинуть ее от меня, потому что я уже, получаю уже более 20 лет, и она вообще выросла с 4 тысяч тогда, 20 лет назад, началось такое, пенсия очень, очень, уже еще более-менее, стало похоже на зарплату, почти 5 лет, вот, то есть, уже уровень выживания вполне, вот такая, представляете, она растет, гадать, так что, учите, вот, я даже, передавал, учтите, да, и вот, значит, он написал книгу, его зовут Юрий Петрович, Ущо, Г, Ущо, вот в интернете, можете эту книгу найти, там есть фотографии, какие он делает упражнения, он вот, подобрал 32 упражнения, йога считается, динамическая йога, и статистическая йога, его есть, посмотрите, там, очень простые, интересные упражнения, некоторые, правда, довольно трудно делать, но, как он всегда говорит, вы делайте только в пределах комфорта, не надо напрягаться, делайте, как получать, вот, например, у него скорпион, такое упражнение, у него запасы, он мой ровесник, он, нет, зря сказал ровесник, он на 5 недель старше меня, так что, сколько мне, он на 5 недель старше, он мой учитель, я такой троечник, из-за учеников, иногда, когда он видит, что я что-то не делал, говорит, ты двоечник для меня, это как стаж, значит, вот, например, я в этом году получил 4 перелома, бах на самом упражнении, на твердом полу, не подстерив, наоборот, был такой, этот, мат, пролом, я на него встал, он что-то елозит попу, я думаю, ну, я лучше делаю это упражнение на твердом полу, и стал заворачиваться, мне удавалось это раньше, делать сейчас уже нет, после того, я упал, я, значит, достаю, доставал, значит, сначала левой рукой до правой ноги расставлю его, потом до левой ноги, а потом назад, вот так вот, и вот надо достать левой рукой до пятки правой ноги, но не так не скорючишь, конечно, держа ноги прямые, у меня это получалось когда-то, потом, с тех пор, как я упал с велосипеда, разбился я коленку, сидели, меня даже саперировали, я уже перестал доставать до пятки, я достал только до подколенной чашечки, ну, и вот я, в начале этого года, я мне говорила, я думаю, Новый год надо чем-то отметить, я пытаюсь достать, да, подколенной чашечки, достал, потом потянусь, до середины икры, может, дотянусь, вот в этом, я вот в этом, завернутом положении, упал прямо на твердый пол, свалился, при этом локоть у меня был под ребрами, я упал, два ребра лопнуло, значит, ребра легко ломаются, ну, и зарастали на небесах, всякое там, без гипса, без все такое, потом, значит, ключица разорвалась, и крестом все-таки ударился об твердый пол, один из крестов, позвонков лопнуло, я вот эти четырьмя переломами, значит, попал в полицию, сейчас первый раз, в первый день, жена заходит, я лежу на деревья на полу, а ты что такое, я говорю, вот, вполне удачно, а она говорит, ну, вставай, ел в постель, ляжь, я что-то поднязь, я первую ночь спал прямо на полу, я оставил меня на полу, она мне что-то подстелила, что-то я так перекатился, на что-то, даже подняться не мог, но когда на середине уже скорую помощь, она все-таки вызвала, я, встал, и кое-как дошел, до скорой ночи от тебя вывозил, коляску, не, не, давай, вот так, ну, пролежал там, операции, слава богу, не делали, там, уколы какие-то сделали, и капель, там, всякие, для заживления, ну, вот, я потом приехал к этому, учитель живет, друг, он живет тут же, в Москве, недалеко, я, ну, вот, когда я делал это упражнение, откуда ты взял это упражнение, первый раз, я все же гордился, что это было, ну, что тебе мало моих 32 упражнений, откуда ты это взял, я говорю, ну, там еще какой-то там, шаринской книге, если такая была, ну, не надо этого делать, не надо, тем более, сказано, что все упражнения, даже, если он все делает, то и дело комфорта, не более того, учтите, если уйдет, там у него есть, например, упражнение скорпион, это он становится на предплечье, закидывает твоеще, вот так вот вверх, и уравновешивает, вот так вот, ногами назад, как скорпион, знаете, вот так вот, за спину, ну, вот, я ни разу не это у него, не удалось делать, у него получает, он делает это, молодых ногтей, по-моему, как его это, ну, в общем, много раз делать, никогда не пропускать мне дня, и вот он так, а я научился только делать полу скорпиона, я знаю, так же, что его возу, я кушал, викингов, и наедил над собой, я одну ногу поднимаю, так, а другая, в лес стоит, я назвал это полу скорпионом, вот даже есть передача какая-то, это мне, ну, когда-то снимали, вот всякие, о здоровом области жизни, я там все, что-то рассказывал, про то и про все, и сделал полу скорпиона, и вот, даже, ну, там, генеральный директор, вот этого, Первого канала, как вот там, Эрнст Константин Леонидович, да, так известно, он такой, многолетний такой, очень опытный, он всегда следит за всем, выйдя в эту передачу, он посмотрел, и говорит, назовите ее, шесть мангустов, семь кобры, и один полу скорпион, ну, и что-то, уже в этом, очень смешная передача получилась, но это не в Меи Живот, это отдельный, так сказать, с таким названием передачи, спасибо, Косыльевоич, так и придумал островое название, ну, вообще, кстати, я им очень благодарен, еще, вот, последний герой, о чем, иногда, я целую рекцию могу читать, как проходил последний герой, это вот, на необитаемом острове, помните, сколько раз, тысячи раз уже, рассказывать, чтобы, и все, ну, ведь у вас там, наверняка, же кормили, там, где-то запарили, надо отвозили, начать куда-нибудь, и вот, хочется рассказать, но это, опять-таки, очень долго, потому что, надо жестко, единственное, я даже вызывал, я говорю, давайте, хоть раз, вот, четко, вот, внесем, прямо, меня, Косыльевоич приглашал лично, прямо, перезвонить, я где-то на Байкале, он меня нашел, по телефону, в гостинице, и, говорит, Горячий, надо, вот, через неделю выехать, вот, я говорю, зачем, почему, Лучинкевич позовите, вот, он отказался, то есть, многие отказываются, потому что, когда им говорят, что это, 36 дней, причем, никакой, ни кармешки, ничего не будет, никакого, заранее написанного сценария, будем жить, как можем, и забывать то, что только видим, и многие так поют, там, не Макаревич, не поют, не Убойщик, как-то, они, их специально приглашали, там были на конкурс, обычно не публичные лица, а публичные лица, чтобы улучшить, так сказать, рейтинг, привлечь внимание, зрители приглашали специально, я поехал один раз, сомневаюсь еще, что все по-настоящему, потом я увидел, что это на самом деле, я на 15-й годах похудел, за этот месяц, почему-то очень счастлив, вот, и другие все худели, кроме вот, Кирилла Александровича Талманского, там он настолько худенький, что у него нечем было худеть, и вот такой, но он всегда был такой, но вы знаете, его хочу похвалить, как вот, кто там был, самый дедливый, причем, нас четверых еще, Макс Покровского, взяли на следующий раз, по два раза, я два раза помню, там был, вот, в четвертом и в пятом, в четвертом был 36 дней, в пятом уже 39 дней, это супер игра, назывался, тащая игра вообще, ну, как, ну, должен называть спортивная игра, тоже игра, но это соревнования, и вот тут, конечно, на самом деле, ничем никакой, или бы реальность, не обитаемый остров, на четвертой игре, это было в Карибском море, на пятой, это был, такой, архипелар, в Тихом океане, уже с другой стороны, Панамского, перешили, и вода-то была холоднее, в той, в том соревновании, не хочу даже сказать слово, игра, все ночевали, вот, просто так, никакой, ни хижень, ничего там, может, был пытаться делать, и ребята там рубили какие-то палки, значит, было у нас два мачете, и все, и ближе, ничего, ничего, все руками ели, на листы раскладывали, то, что сделали, вообще, еды было, столько, сколько соберешь, это личинки, это крабики, это моллюски, ладно, то, что уходите, нет ли, я просто, спасибо, что вы только, это потерпели, я уже этому роду, спасибо, да, ну, просто, конечно, там и дети ждут, и все такое, вот эти дети, там, героические, сидят, конечно, ну, они уже седут, я смотрю, когда нам что-нибудь интересное, расскажут, что это все, не о том, вот там, ведь, настолько было все интересно, потому что, я как раз сказал, я говорю, Коселевич, ну, если там будут кормить, или что-то, смысла нет, нет, все, не по наружке, а на правде, сценарий, как там пишут, это пишут уже сценарий, за каждые три дня снимают сто часов, сто часов, да, эти сто часов, эти в один час, который показать в воскресенье, один процент съемок входит, и поэтому, если только было интересно, вне кадра, конечно, закадр, они потом, эти сценаристы, так называемые, сидели в Москве, просматривали, ну, там вот, ходят, радуют, что-то собирать личинок, такие-то, ну, нафиг, а вот, ой, вот эти поссорились, а вот эти поругались, а чуть не подрались, и когда потом это все вместе, все, что там, полосные, там, скандалы, и все такое, это не сплошные, не один процент из ста, так интересно, такие были кадры, которые вообще, даже не попадали потом в эфир, потому что, я вот смотрю, девочка лазает там по скале, собирает, ну, это, по-моему, как это, Дана Борисова, такая трудяка такая, она лазила, лазила, собирала все, этих ракушек, а я ходил, значит, по переговой части, собирал вот этих, ну, и морских ежей мы брали, а вот, Кирилл Александрович сидел у коста, он был кулинаром, значит, всех этих раскладывал, вскрывал, очищал там кишки, откладывал из морских ежей, чтобы кишки мы не ели, а только это самые икру их, вот, и все это он всех приготовил, а костер за костром светил, Макс Покровский, он просто такой костровой наш, это такой трудяга, вот в шесть утра, я когда выходил на берег, я вроде один выйду, нет, он уже стоит на голове, вот так вот, у него из всех упражнений, одно вот становится, голова вверх, и полчаса так стоит, что ж у него в голове, за это не происходит, не знаю, но потом вот такой весь, напряженный такой, видно, прилив крови, голове уже такой, сверхприлив, но он зато не отходил от костра, и надо было поддерживать, а спичек не было, зажигалок не было, вот этот первый раз зажгли, тоже как вот, там рассчитывают они все довольно четко, хотя бы в группе с 10 четвертым, минимум 2 человека в очках, правда? Ну, из очков, и с ними еще плохо видно, и вот этих двух очков достаточно, чтобы сделать такую двойную лупу, которая зажжет сухой мух, предъявляет ли вот так вот, или сухой листовую, но, мы думаем, тоже как бы, там нас высаживали в середине дня, мы пока, только мокрая высадка, то есть нельзя на берег выйти, потому что имитация полных потерпевших кораблекрушений, то есть нас довозят, ну, с какого-то, с катера мы сходим в лодку, это лучший вариант, подходим, значит, метр триста до берега, ему там по воке-токе говорят, саживай их, а это, ну, местный панамец, он, я как сам, ведет моторную лодку, мы для него никто неизвестные люди совершенно, и вот, ну, мы-то знаем, нас учили, говорили, что надо высаживать самим, когда они лет, ну, кто-то в это время, когда сидели, и нас был, вот, нас учили всем правилам, там, любимый Саша, и, когда Сергеевич и от сидели, у нас человек 20 там сидит, сразу на одну, на одну связь, 20 человек запускает, вот, и вот, и вот эти девочки, там, ногти красят, вот эти самые парни, что-то друг друга, анекдоты расскажут, мало кто, а само содержание этих правил, 22 страницы, так, мы подписывались, тоже никто почти не читал, но я все-таки прочел, знаешь, что выездка мокрая, то есть, он останавливает лодку, значит, гасит ее, выходит, прыгает, руками показывает, значит, вот, значит, все раз, и спрыгнули, кто читал, а Максим Сергеевич, Макс Пахровский говорит, он как-то что-то незаметно, говорю, визжи-ка, ты или что, сейчас-то наезд, я уже сразу говорю, Максим, да давай, ну, давай воду, тут еще, я в другую голову, види, пиноз поганый, он так вот, да, а тут ему это все по барабану, он не понимает, даже что ему говорят, он видит, что не слушает все, а начальство у него на корабле, а он ему не начать, он берет и вынимает это, само из-за ключа, весло, но слава богу, не репрово, там плачем, я уже раз, по заднице, и там, с трехэтажного, значит, слетать, это вода, беги все, ругать, и по-моему, я говорю, ну, что-то сопротивляться, правило такое, никто не нарушит, ты что, в других случаях, иногда даже заставляли прыгать с большого корабля, прямо в воду, значит, варианты такие, как-то одну девушку, которая потом, она курила много, в жизни, и там она вот так, без кур, там нельзя курить, ни сигарет, ничего, и вот она так мусилась, так мусилась, она еще молилась, там, меня спрашивают, какой я, религиозный я человек, я вам хочу, да, сейчас возвращаясь к этому вопросу, как вы, если вам смешно, да, ну, я так, он дурацкий, кто-то, на самом деле, как вы поняли, и Макс Покровский доставался, не один раз, вот такие всякие неожиданные вещи, вот, но, зато мы потом, все там, где-лились, кто-то внимательно смотрел, ну, видно, сначала, такие все, такие, толстые кипонки, потом, кто не выдерживает, вот там, например, Крылов, вот этот Сережа, певец, такой полный, но он вообще, так, первые же дни, он разделся, стал загорать, ведь обгорел, потом в ходу полез, соленая вода в него сидела, потому что обгорелся, вот такая кожа такая, ну, белая кожа, чайная, у него все это раздражение, все, значит, приезжает ведущий, там нас каждый день проверяют, как мы себя ведем, он ему к ведущим, этому, домогару, значит, ну, давайте мне, раскладушку, я на песке не могу спать, он, 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 до дня два, три, все, ему нылок, у него, будет вам постель, будет он, спасибо, спасибо, значит, потом, значит, садитесь в лодку, тот сел, за кровать, что ли, поехал, вот, и уехал, все, пусть, куда он делся, ему постель, я ему сказал, что он в Москве, у него есть постель, он туда, мы его туда отправили, он же, он тоже, видишь, что человек совсем не в богату, тоже мучить, зачем, то есть, никакого участия активного, такого, во всем этой жизни, он же принимать не будет, ну, и вот так сказать, спокойно, но, там, без решения совета, это вот, единственный случай, пока отправили еще, это, Догилева, какая-то, Татьяна, там, да, ну, такая, милейшая женщина, она очень, вообще-то, религиозная, воцерковленная, ну, я, не настолько, но, все-таки, она каждое утро, весь полный утреней, как это сказать, он молитву читал, я, как-то, наизусть не знаю, она все знает, я вижу, она одна потеряна, заходит за дерево, начинает все, я, я, все-таки, участие этих молитв, я встану около нее, и начинаю с ней вместе, там, читать эти молитвы, она, я слышу, и повторю за ней, я думаю, надо все это знать, наизусть, и вот мы с ней доход, помолим, чтобы остальных не видели, как-то легче становилось, а потом опять, а без курьи, вот если серьезный курючек, такие мучения, ой, вот там несколько человек, просто сами потом просили, суетить, потому что без курьи, но очень трудно, на листике, жила бедняжка, это не дает, нужно никотин получать, понимаете, а просто так, дымом на дышать, это не называется курением, понимаете, вот, и ее выручил ведущий тогда, ой, так было хорошо, все-таки, он, значит, вдруг объявляет, заехал в очередной раз, она, видно, ему там уже сказал, что она не дать ей ответ, и, в общем, все любят, и никто ее не собирается убирать отсюда, голосовать за то, чтобы она уехала, вот, и он говорит, «Вы знаете, получил письмо срочное от киногруппы, значит, какой-то кино, Мосфильма, там снимаются новые фильмы, все ждут Татьяну, туда на роль, значит, я ее забираю, ну, просто, исходя из, она хороший человек, вообще, он покруто видит, что она прям вся в таком, разбирая, ну, я ей, как мог, помогал, молился с ней, к одному-то, вот, а то одно, это совсем скучно, конечно, так что я православный, так сказать, это семейная вера, это семейная традиция, поэтому, конечно, самое благоущественное дело, когда человек верующий, во-первых, дальше я сказал, «Ущу Юрий Петрович, книга, 12 ключей от сейфа долголетия», там прям нарисован такой сейф, 12 ключей, это, значит, движение, питание, дыхание, вот, все, понимаете, из 12 ключей, человечественность, как это называется, верующий, неверующий, даже слово «религиозный», это немножко другое, значит, какую-то религию, но если ты веришь в Бога, в любой форме, так, какой-то конфессии бы ни было, но если ты веришь в Бога, ты знаешь, что тут есть что-то такое высшее, да, что создает даже и саму Вселенную, и все, вы думаете, что я вот, если бы читал лекции о происходящем Вселенной, я бы не стал предпринять понятие Бога, но я бы обнашел другое определение создателя Вселенной, которое все равно должно быть, называться не что, а кто, вот, я могу только слава вам сказать ответ, как вы, но когда без основания вот так ляпнешь, что сказать, ну, что-то, но, понимаете, дело в том, что Вселенная действительно была создана, она не могла сама случайно возникнуть, как вот сейчас ученые уже пишут, с астроном вообще, такие дурацкие заговорки, у меня есть такие, я могу цитаты из них привести, кто создал Вселенную, в случае или сверхъестественные силы, американский ученый, кто приехал к нам, читает лекции о происхождении Вселенной в физическом институте Академии на уходах, он ученым говорит, в случае или сверхъестественные силы, ученый не должен так говорить, ученый должен знать заранее, что в случае не можешь ничего создать, случайно, что-то случайно, может, ну, разрушить, упало, там, раскололся, а вот возникнуть ничего, так по случаю, ни с того, ни с сего, может быть, пора окончать, вот, сейчас быстро на вопрос начнем отвечать. Так вот, и случай, а Вселенную создал на никто, а что нельзя сказать, что это, что это такое, вот, мы иногда говорим, кто, червяк, это кто, правда, животные, там, клопа, клоп, блоха, это все кто, а что такое клоп, вот, ты раздавил, и все, правда, а мы говорим, на дерево, что это, елка, что это, береза, такая, тоже кто, еще какой кто, потому что, они живут, они просто не ходят, это не важно, но они живут, прекрасно живут, питаются, дышат, растут, он, я видел, посадил такую елочку, сейчас вон какая-то, два метра свечет, выросла, больше меня и проживет, в 10, дольше меня, хотя бы в несколько, в десяток раз, правда же, вот, это живое, и поэтому, я вот призываю всех называть эти растения, кто, Иванка, Иванка, такая комната, такая свечет, она, она слепая была, я, я с цветочками разговариваю, она их не видит, 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 она вот, вот это вот такой цветочек, это такой, это помогает, он мне говорит, это цветочек, я помогаю от этой болезни, от этой помогаю, я говорю, да знаю я, милый мой, знаю, она с ним разговаривает, как это так, видите, ну, и многие другие признаки, так, у нас вода уже живая, Знаете, что с водой делаете, правда, над водой ругают воду, ругают и замораживают, и вот она залезает таким коричневым, таким бесформленным комочком, понимаете. А потом над водой следует, говорит, ты хороший, добрый, я тебя люблю, и все такое. Тут же замораживает, она такими сниженками, красивыми замерзает. Ну а в чем дело? Как иначе объяснить, что она хороший зла, отвечает от плохих? Она думает, у нее память есть и воды, вы что хотите, вот так. Как это ни странно, но действительно, мы в природе, это природа, это не сверхъестественное явление, сверхъестественное это вот, вы можете придумать, еще есть Господь Бог там, где Он так сойдет, но это наша вера, и вера, не надо на ней не смеяться, не пытаться ее переделать, вера у каждого своя, и слава Богу, и вы верьте каждой в свою религию, но не надо только другим мешать, верить в то, что ты уверен, ведь когда начинают воевать между конфессиями, да еще вплоть до войны, это не по-божески, а вот вселенная, конечно, была создана разумным, разумным существом и веществом, вещество не может создать, существо, но это существо не имеет никакого, так сказать, образа, никакого-то физического тела, это не Господь Бог так, это другое научное, если говорить, то это информационное поле. Субтитры создавал DimaTorzok